Петро Родригес Фильо, бразильский серийный убийца и психопат, убивший от 71 до более чем 100 человек, был прозван Петром Матадором и маленький Петро-убийцем. Петро Родригес родился на фирме в Санторите 17 июня 1954 года с травмой черепа. Его отец во время ссоры сильно ударил мать по животу, возможно это и повлияло на его становление как серийного убийцы. Петро сказал, что его первое желание убить появилось в 13 лет. Он толкнул кузена в пресс для тростника во время драки. Мальчик чудом выжил. В возрасте 14 лет он застрелил из винтовки перед ратушей города вице-мэра, из-за того, что он уволил его отца, школьного охранника, который воровал продукты. Петро нашел убежище в Мажида-Скрузисе, Сан-Пауло, где начал серию краж и убил торговца наркотиками. Там же он познакомился и стал жить вместе с девушкой, которую позже убили члены местной банды. В поисках убийцы невесты Петро замочил и убил несколько человек. К 18 годам на его счету было 7 убийств и 16 покушений. В Мажида-Скрузисе, когда его отец сидел в местной тюрьме за убийство жены, Петро решил отомстить и убил своего отца, после чего вырезал и съел его сердце. 24 мая 1973 года Петро был арестован и приговорен к лишению свободы. В тюрьме его жертвами стали более 47 человек. В 2003 году он признался в 71 убийстве и был приговорен к 128 годам лишения свободы, но по законам Бразилии его максимальный срок составляет не более 30 лет. Психиатрическая экспертиза признала его психопатом и параноиком. Известно также, что его жертвами стали несколько других серийных убийц, которых он убил в тюрьме. Франциско де Асис Перейра, еще один бразильский маньяк, известный как маньяк Парко, Марселло Коста де Андрадо, известный как вампир, и Франциско Коста Роха, который убил двух женщин. Срок заключения Петре должен был истечь в 2017 году, но после 34-летнего заключения 24 апреля 2007 года был освобожден. 17 сентября 2011 года Петре был арестован в собственном доме в сельском районе, после чего он признался, что убил сотню людей, включая отца. Опять же, согласно бразильским законам, человек может отбывать срок в тюрьме не более 30 лет, но по декрету, изданному жителю и Варгасом, такой преступник, как Петре, может и вменяемый, но страдающий психопатией, должен сидеть в психиатрической клинике на принудительном лечении. Сейчас Петре 64 года.